Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня я хочу уделить буквально пару минут вашего драгоценного времени, чтобы напомнить, что уже прямо сейчас на Алиэкспресс стартовала акция и попутно запуск продажу одних довольно интересных и в целом заряженных смартфонов с крутыми фишками, которыми могут похвастаться аппараты с куда большим ценником. Да, я сейчас говорю о двух братьях от компании Blackview, Blackview BL8800 и BL8800 PRO. Оба получили вполне себе бодрые технические характеристики, брутальный защищенный дизайн, а самое главное, крайне адекватную, я бы рассказал, отличную цену, особенно сейчас по приятному курсу. Например, младшая модель с купонами от магазина прямо сейчас обойдется в районе 14 тысяч рублей, а старшая с тепловизором от Fleer Lipton около 18 тысяч рублей, а если заморочиться с Kiwi, то получится еще немного дешевле, но при любом раскладе это очень хорошая цена за защищенный смартфон с тепловизором и реально неплохим железом, поддержкой 5G сетей и камерой на 50 мегапикселей. Если опять же посмотреть по рынку, то за эти деньги даже сейчас смартфон с таким железом и тепловизором обойдется сильно дороже, а ведь данная фишка будет полезна для многих повседневных задач. Лично я пользуюсь подобной техникой в наших фирменных тестах производительности для мониторинга нагрева смартфонов. В общем, повторюсь, в целом связка по железу, батареи, объему памяти, производительности и камерам вышла за эти деньги вполне себе удачная. Я недавно тестировал, обкатывал их брата под названием BV8800 и для броневика вполне себе приятная модель, для знающих людей могу рекомендовать к покупке. Ну а сейчас, если вас заинтересовали данные девайсы, я максимально кратко и содержательно постараюсь вам рассказать, что же именно из себя представляют братья BL8800 и BL8800 PRO. И первое, на чем я хочу сделать акцент, так это на железе. Так, обе новинки получили среднепроизводительный восьмиядерный 64-битный чип от компании Mediatek, а именно MTK DMS T700 с поддержкой сетей пятого поколения. В целом, это вполне себе адекватное решение для любых повседневных задач. Более того, 700 DMZ будет даже на пару процентов лучше для игр, чем тот же Helio G96, так что в целом без игр вы тут точно не останетесь. Ну а в Antutu оба брата набирают около 350-360 тысяч очков. Кстати, объем оперативной памяти у обоих будет равен 8 гигабайтам, да и накопитель будет вполне солидный на 128 гигов. Питает все это дело, опять же, у обоих братьев очень брутальная баночка на 8380 мАч с поддержкой быстрой 33-х ваттной зарядки. Без рекордов, но обычно подобного рода смартфоны могут похвастаться зарядками максимум на 18 ватт, тут же все вполне годно. Что до экрана, то это вполне себе классическая Full HD Plus IPS OGS матрица с диагональю в 6,58 дюйма и соотношением сторон 18 к 8. Площадь экрана от всей лицевой стороны составляет 85%, что для броневика тоже вполне себе результат. Да и в целом смартфон не гигант и не монстр. Опять же, могу судить по его предшественнику BV8800. Единственный небольшой минус могу поставить за каплевидный вырез. Кстати, фронталочка тут на 16 мегапикселей. Ну а что касается основной, то у обоих братьев главный датчик используется от компании Samsung, и он тут на 50 мегапикселей. Это вполне свежее решение, встречающееся довольно часто и в других смартфонах с ценником около 200 баксов. Далее идёт ширик на 8 и макро на 2. Ну а основным отличием братьев является камера ночного видения и тепловизор от FLIR Lipton. Так вот, BV8800 получит камеру ночного видения, а его Pro собрат уже тепловизор, но вот ночного видения в нём уже не будет. Так что тут выбираем, что кому больше нужно. Я отлично брал модель с тепловизором, тем более это будет одно из самых доступных решений на рынке в принципе, в быту крайне полезная вещь. К дополнительным особенностям новинок могу отнести, конечно же, 11-й андроид на борту с фирменной оболочкой Docus 3-й версии. В целом вполне себе приятная, не перегруженная оболочка со своими фишками, мы её уже разбирали в наших видео, и она в целом походит на стоковый андроид. Также обе модели получили поддержку всех наших 4G и 5G сетей, будет радио, OTG и конечно же NFC. Ну и само собой, аппарат полностью защищён по военному стандарту Military STD 810, а также IP68 и IP69. Что ж до ценников, то BL8800 на 888 уже сегодня можно приобрести примерно за 14 тысяч рублей, а версия с тепловизором и приставкой Pro обойдётся дешевле 18 тысяч рублей. И ребят, кому нужен тепловизор с реально неплохим железом в корпусе смартфона, это действительно отличный вариант. Гуглите цены, на этом думаю всё, все ссылочки самыми лучшими, цены я их всегда оставил в описании под этим видео. Ну и конечно же не забываем оставить своё личное мнение о наших сегодняшних героях в комментариях под этим видео. С радостью побеседуем и разберём их по косточкам. Всем огромнейшее ребят спасибо за внимание и поддержку видео, лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!